приветствую вас домики для цитрусов сегодня будет обзорчик двух мандаринчиков это мандаринчиками и мандаринчик кара начнем с мандарина каме это вот у меня такой чудный экземплярчик само растение из тинтори на нем для ролика остался один плод плоды очень классные и вкусные крона тоже очень хорошая и довольно таки рослый мандарин вот на нем новый прирост сегодня очень насыщенное солнышко у нас и первый прирост немножечко как бы подвял потому что он недостаточно политый не хотелось чтобы мандарин был сильно водянистый потому мы его снимем плодик и мандаринчик будет полит и новый прирост наберет свой туркар вот ну кроме довольно таки хорошие хорошие приросты сорт такой не карликовые не средненькие довольно таки с хорошей силой роста это у нас гибрид так делится о за камень гибрид мандарина ована клементина и мапа ну то есть такой сложный гибрид довольно таки получается 33 цитруса в его гибридизации участвовали это мандарин ована клементина и мапа а мапа это у нас танжело вот и так срезаем с него плодика так срезаем плодик плод довольно таки хороший крупный ну размером со средний хороший мандарин второй экземпляточек это мандарин кара есть апельсин кара кара а есть еще мандарин просто кара это тоже гибрид гибрид мандарина сацум авари и мандарин кинг и в итоге вот такой мандарин кара плоды в него тоже хорошая форма средняя довольно таки увесистые тяжеленькие вот сам мандаринчик ну пока на данный момент еще не очень крупный то что он вынашивал много мандаринов на нем было на нем было 5 полноценных мандаринов приросты только начинаются вот этому мы его сейчас разгрузим и пускай себе спокойно набирает зеленую массу срежем срежем вот эти вот мандаринчики тоже хорошая такая крупная форма так вот наши мандарины это каме на это мандарин кара сейчас мы разрежем посмотрим у каме несколько косточек очень сочный аромат какой интересный раздался не мандариновый не просто мандариновый апельсинчик кара ой такой оранжевый то есть если апельсин кара он с розовинкой внутри идет такая у него интересная мякоть то у апельсина у мандарина кара тоже очень насыщенная мякоть вот в сравнении даже с камеи такая интересненькая насыщенная очень мякоть и без семян оба экземпляра очень вкусны очень сочные и сладкие вкусовые качества у них отличаются но это не удивительно вот то есть вкусные я очень довольна этими экземплярами они между собой отличаются и все таки у кары есть семена мы срезали колечко для пробы и за ним проявилась куча семян то есть если мы сначала срезали и семян не было видно то потом они все-таки нашлись области экземплярчика семенами сейчас посмотрим как будто лица кара чистится будет будут очень хорошо оба экземплярчика очень сочно несмотря на то что они не политы их нужно полить ой разок прямо брызгает струйками сочность они не потеряли она никуда не делается они остались достаточно сочными чистятся очень хорошо это вот апельсин мандаринчик кара это тоже заметно что он будет чиститься хорошо потому что кожура в него вот отходит легкая легкость при чистке вот такие два классных вкусных мандаринов вот такие мандарины еще порадовали своими вкусовыми качествами это мандаринками и мандарин кара то есть плодоношение у них было первое чего от них ожидать я не знала но вкусовые качества у них бомбесные эти сорта достойны конечно же для выращивания на балкончиках на подоконниках вкусовые качества отличнейшие и размер правда плодов тоже хороший у меня еще есть это ну примерно с десяток если не больше новых сортов которые еще очень даже рано вступать плодоношение я думаю что они тоже не подведут это сорта были получены череночками из штатов и из других источников вот на данный момент кара и камень ставим им плюсик сорта очень хорошие очень достойны для домашнего выращивания растите цитрусы все дома радуйте друзей и близких вкусными обалденно вкусными мандаринами то есть если лимоны завели там буквально парочку классических сортов а сладких как можно больше потому что они все интересны и все обалденно вкусные растите цитрусы все дома до новых встреч оставляйте комментарии что же это субтитры сделал DimaTorzok диму и и и и и Продолжение следует...